Сегодня в столице Шевченковский суд избирал меру пресечения Игорю Гужве, главному редактору интернет-издания «Страна Юэй». Я напомню, его подозревают в вымогательстве у народного депутата от радикальной партии Дмитрия Ленько 10 тысяч долларов за якобы неразмещение на данном ресурсе компрометирующих материалов. Как прошло заседание и есть ли решение суда, узнаем у Павлина Василенко. Первым выбирают меру пресечения Антону Филипковскому, которого подозревают в сообщничестве с Игорем Гужвой. Обвинение еще вчера просило о содержании под стражей, а сегодня смягчилось и просит о домашнем аресте, ведь Филипковский сотрудничает со следствием. Еще вчера милиция и прокуратура просили для него содержание под стражей, ведь это он брал деньги у радикалов, по мнению милиции, это он вел какие-то торги и переговоры, это он о чем-то договорился и куда-то носил какие-то пакеты. По мнению нашей полиции, дело публично развалилось. Сам Филипковский что-либо комментировать отказывается. Его отправляют в Харьков по месту прописки под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Потом в зал заводят Игоря Гужву. Обвинение за содержание под стражей, либо за выход под залог в 3 миллиона 200 тысяч гривен. Подозревают, Гужва может влиять на свидетелей, или уничтожить улики, или просто сбежать. При особенных причинах Гужвы были выявлены червые квитки на литах, квитки на потях, на имя Гужвы. Защита вообще оспаривает доказательства обвинения. Мол, в документах нет подтверждения разговоров Гужвы с адвокатом Линьком, а значит и дела нет. Если вот это все прочитать, вот это унилая такая. Унилую историю мучений подозрева Малиньком. То основное лицо там вообще Филипповский. Переговоры вел, деньги носил, сволочек он встречался, протоколировался, куда-то ходил. Гужва вообще, про него там ничего нет. Сам Игорь Гужва говорит, знает Филипповского с января этого года. Их познакомил общий друг. И именно на Филипповского, по словам Гужвы, вышли люди из радикальной партии и предлагали деньги, чтобы материалы не появлялись на сайте. К нему обратились представители радикальной партии «Ляшко», которые вышли с предложением заплатить мне деньги для того, чтобы я снял материалы, которые мне нравятся в радикальной партии с сайта «Страна Линь». Раздавал награждение. Речь шла в частности о материале про поездку «Ляшко» в Таиланд вместе со Сленком и еще о ряде других материалов. Я из профессионального интереса поддержал этот раздавал, чтобы узнать о рационах, которые существуют на этом рынке и предложения о радикальной партии. Были озвучены следующие цифры. За то, чтобы страна Линьвей не писала ничего плохого о радикальной партии, до конца года мне были готовы заплатить 100 тысяч долларов. После часа в совещательной комнате вердикт судьи – содержание под стражей или 544 тысячи гривен залога, что в 6 раз меньше суммы, которую просила обвинение. Прокурора полегала на значительно большем размере заставы, около 3 миллиона. У прокуратуры есть 5 дней для того, чтобы внести апелляцию на вказанное решение. Адвокаты Игоря Гужвы уверяют – деньги на залог найдут уже в ближайшее время. Павлина Василенко, Богдан Вербицкий. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует... Продолжение следует...